Добрый день, дорогие коллеги! Я работаю в Институте цитологии, и мы занимаемся чисто фундаментальной наукой, без связи с медициной практически. Но тем не менее я расскажу о этих пяти копеек, которые мы внесли в ответы на глобальные вызовы 21 века. И будет это все о системе клеточного протеостаза, особенно о молекулярных шаперонах. Классик сказал, что жизнь — это форма существования белковых тел. И действительно был прав, потому что наши клетки состоят из белков преимущественно. Наши клетки с помощью белков коммуницируют с окружающим пространством. И именно белки диктуют клетки, какие гены будут экспрессироваться здесь и сейчас. Система клеточного протеостаза состоит из трех ветвей. Молекулярные шапероны, протеосомальная, убикетин-протеосомная система и автофагия. Они все между собой очень сильно связаны. И молекулярные шапероны вообще возникли на заре органического мира, а вот эти две системы подошли немножечко позднее в эволюции. Они работают в тесном взаимодействии. И если шапероны имеют такую благородную функцию поправить клеточные белки, поправить конформацию клеточных белков для того, чтобы они могли функционально работать, то вот эти системы только деградируют. Но однако и кто будет деградировать, также диктуется шаперонами. Шаперонами, то есть HSP-70 и HSP-40 – это два таких неразлучных белка. Если они колокализуются с БАК-1, то упадет на протеосомную деградацию, а если колокализуются с другим белком, то это все пойдет на автофагию. Так, обратно. Нет. Так, что-то все идет не туда. Так вот, когда случается сбой протеосомной системы, случаются вот такие вещи. Все эти болезни объединяют то, что у них происходит нарушение конформации определенных клеточных белков у всех болезней разными. И последствия всегда одинаковые. Это формирование агрегатов клеточных белков, гибель нейрона и, соответственно, нейродегенерация. Так вот, все эти болезни, они, как правило, относятся к позднему возрасту. То есть люди болеют уже в преклонных годах. Случаются и винильные формы во всех болезнях, но их доля очень невелика. И даже болезнь Хантингтона, которая только генетическая, не имеет спорадических форм, она тоже возникает тогда, когда молодость уже давно позади. Так вот, что же происходит с системой клеточного протеостаза с возрастом? Вот мы прогнали несколько представителей этой системы, то есть Шоперона, HSP-70, HSP-40. HSP-70, который является, с одной стороны, Шопероном, а с другой стороны, это главный актор Шоперона-медиэйта, это автофагия. И вот эти, значит, представители системы автофагии, это Г5-12 и P62. Это тоже вот белок, который действует на слияние автофагосомы с лизосомой. И оказалось, что все они с возрастом неуклонно-неуклонно-неуклонно понижаются. И граница это где-то середина жизни. То есть, начиная с середины жизни, система клеточного протеостаза падает. Молекулярные Шопероны регулируются все одним и тем же образом. Их экспрессию определяет пан-регулятор белков теплового шока, хит-шок-фактор-1 или HSF-1, который, в общем, существует такая система тонкой регуляции, то есть он находится в цитоплазме и сдерживается в этом состоянии белками тоже теплового шока, HSP-90, HSP-40, HSP-70. Но если возникают какие-то мисфолдинг-протеинс в окружающем пространстве, то эти белки отпускают HSF-1, он триммеризуется, идет в ядро, запускают транскрипцию генов теплового шока, ну и так далее. И когда этих белков становится больше, они опять блокируют этот одиночный HSF-1 в цитоплазме. Вообще, для того, чтобы лечить, это не наша была идея, начать лечить энерогенеративные заболевания индукторами клеточных шоперонов, вот здесь целый список, некоторые из них проходят клинические испытания, но вот особенно селострол очень знаменит. Но мы тоже включились в это дело, и мы использовали для наших штудий репортерную систему, которая состояла из генолюциферазы под промотором белков теплового шока HSE, которая специфична к HSF-1. И вот мы провели вот такой высокопроизводительный скрининг, использовали библиотеки из Тибоха, из Интербиоскрина и из Института органического синтеза имени Постовского. И вот хронологически первым мы нашли такой вот индуктор У-133, который, значит, был производный эхинохромоморского ежа. И работал он практически так, как работает хит-шок. То есть точно таким же образом он стимулировал экспрессию клеточных шоперонов HSE 70, HSE 40 и так далее. И, значит, с этим белком, с этим веществом мы проделали эксперименты совместно с нашими коллегами из Института эволюционной физиологии и полечили болезнь Паркинсона в елоктоцистиновой модели. И получилось так, что, в общем-то, У-133, и, во-первых, как бы улучшал поведенческие параметры животных. И, более того, он способствовал рассасыванию альфа-синоклюина в клецах левия. Соответственно, спасал нейроны, соответственно, количество нейронов было больше, крыски более здоровые и более функциональные. Но проблема была в том, что крысы были молодые. А когда попробовали что-то на старых крысах делать, такие же вещи, эффект был гораздо-гораздо более скромным. И вот тогда мы задумались над тем, что надо бы найти такие индукторы, которые бы пробивали бы вот эту ригидность старых клеток. Ну и мы продолжили наш поиск, используя ту же самую репортерную систему, и обнаружили несколько веществ из коллекции Института Постовского. И вот один из них, КД-29 или в англоязычной литературе ПИК-29, он проявил свою эффективность в модели черепно-мозговой травмы. То есть он спасал нейроны, блокировал апоптос и, соответственно, улучшал поведенческие качества, поведенческие черты животных. Но, проведя инсилико-анализ, мы выяснили, то есть, которое необходимо делать для того, когда ты собираешься представлять лекарство какое-то. Так вот, и, в общем-то, оказалось, что все на самом деле очень хорошо, кроме растворимости в воде. Она была несколько хуже, чем положено быть. И тогда мы продолжили наш поиск, и более того, когда мы попробовали старых животных, тоже получилось не очень хорошо, и мы продолжили наш поиск. И в результате мы нашли еще три вещества – КД-17-1, КД-17-2 и КД-50, которые в модели, во-первых, они могли увеличивать HSP-70, стимулировать HSP-70 не только у младых животных, но и у старых, практически одинаково. Вот все три они умели делать. И когда мы их использовали, мы ими включили мышек FFAT, 5XFAT, то мы получили достаточно хорошие результаты. Во-первых, их треки были гораздо короче, когда они искали платформу. И морфологический анализ показал, что нейроны были более сохранны, и амилоид тоже как бы отсутствовал в значительных количествах в гиппокомпе этих животных. Ну вот примерно все. И я хочу поблагодарить членов моей лаборатории. Здесь самый главный человек был Владимир Лазарев, Лена Михайлова, Лиза Дудышева и наших химиков из Тибоха Сергея Полоника и Института органического синтеза Утепова, Чупахина, Чурушина. И, к стыду своему, непростительная оплошность. Я забыла упомянуть Ирину Васильевну Якимову, с которой мы делали работу на модели болезни Пекинсона. А это наши спонсоры. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Владимировна. У нас есть время для вопросов. Есть вопросы? Михаил Владимирович. Спасибо большое. Очень интересный доктор. Вы могли бы немножко уточнить вот этот эффект старения, который делает неэффективным ваш транскрипционный фактор. И, наверное, так это называется. Это первое. И, второе, в какой степени вы можете это воспроизвести на грыжунах, на моделях болезни Пекинсона, болезни Альцгеймера, поскольку там возрастных изменений таких не бывает. Ну, понимаете, как бы исследовать вот эти все понижения на человеке представляется довольно сложным. Единственное, что можно оценить, это уровень экспрессии этих белков в клетках, которые можно получить, вот в лимфоцитах, например, периферической крови. И это было сделано. И было показано то же самое. Когда люди пытаются делать это с клетками и используют в качестве модели старых клеток сеносенцелс, которые вот как бы пришли в это реприкативное старение, то тут их ожидает много сюрпризов. То есть на самом деле это все не очень просто. То есть когда мы искали вот эти прекрасные наши индукторы, мы хотели использовать клетки, потому что мы умеем, любим с ними работать, и это гораздо быстрее, гораздо проще. Но фокус не удался, потому что сеносенс-клетки ведут себя совершенно по-другому. Они, во-первых, экспрессируют огромное количество шоперонов, чего не происходит в природе на самом деле, вот как бы тотально, и устойчивы ко всему, чего только можно. Вот поэтому нам пришлось все-таки обратиться к грызунам и из их мозгов посмотреть уровень экспрессии в тех структурах, которые больше всего страдают от нейродегенеративных заболеваний. То есть мы взяли гиппокамп, мы взяли стриатум и кору, и везде мы видели совершенно как бы одинаковые вот эти нарушения. То есть вот деклининг где-то в середине жизни. Что совпадает с данными наших китайских товарищей, которые показывали тот же самый процесс на лимфоцитах индустриальных китайских рабочих? Вот, то есть в принципе это как-то соответствует. Там где-то в 40 лет происходит. Извините, буквально два слова я добавлю. Скажите, а вот вы не видите какой-то аналогии с чем? Ну понятно, что надо нейропротекторы давать, чтобы замедлить гибель нейронов. Понятно, что хорошими нейропротекторами являются ростовые факторы. Но вот клинические испытания, разве не так? Ну, ростовые факторы, понимаете, там же там есть как бы хорошие, но и побочные вообще-то. Ростовые факторы, там можно такое простить. То, что ростовые факторы, там GDNF и так далее, они играют роль нейропротекторов, но, наверное, особых сомнений нет. Так вот, все клинические испытания с ростовыми факторами, они проваливаются. И не очень понятно, это обсуждается на многих конгрессах, не очень понятно, рецепторы к ним есть на нейронах, ростовые факторы есть, а действий нет. И вот там, насколько я понял, одна из гипотез, это то, что при этом повышаются возрастные изменения в чем? Повышается концентрация ганглиозидов, по-моему, ганглиозид М1, который блокирует рецепторы. Вот здесь таких возрастных изменений, аналогичных каких-то, не происходит? Ну, вообще, вот в вашем примере, там ведь может быть на самом деле много гитек, да? Когда используют вот эти ростовые факторы, это наверняка рекомендантные белки, да? А рекомендантные белки и их активность, оно несколько отличается от нативных белков. Как мы не стараемся сделать их лучше и эффективнее, тем не менее, все равно ограничения какие-то есть. Ну и да, конечно, как бы с возрастом все меняется, и может прикрываться рецептор, может всякое. То есть тут как бы надо проверять все гипотезы. У меня предложение продолжить дискуссию за время кофе-брейка. Спасибо большое. Да, объявление. Одно объявление от меня, что сейчас кофе-брейк. Да, можно еще несколько объявлений? Во время кофе-брейка у нас идет стендовая сессия. Если вдруг кто-то не успел, стендов много, мы можем теоретически продолжить, и призываю всех во время обеда. Следующее объявление, кто еще не загрузил свои презентации, на сегодня можно загрузить в технической группе, а всех остальных можно пройти на стойку, загрузить у Ольги Кручининой. И те, кто не получил бейджи, не зарегистрировались, пожалуйста, в обязательном порядке дойдите до стойки регистрации, потому что бейджи нужны. Кофе-брейк тоже всем по бейджам будет. Спасибо большое. Следующая сессия в 12, да, начинается? 12, да. Спасибо большое. Сессия в 12 по пушке. Строго. Спасибо.